Приветствую вас. Давайте мы для начала сразу определим, что если вы хотите погадать или чтобы вам предсказали будущее, то в этом случае вам рекомендую я обратиться все-таки в раздел «Эзотерики». Там вам помогут более, скажем так, профессионально, вот, значит, именно в разделе «Эзотерики» вам помогут более профессионально, вот, в этом плане. Именно в плане предсказания будущего, вот. Если вы обращаетесь все же именно к психологам, то для этого нужен более такой развернутый вопрос, более развернутый нужен для этого текст. Вот. Чтобы несколько лучше понимать, что именно с вами происходит, что именно с вами сейчас творится и так далее. Вот. По общему правилу, по общему правилу, если вы находитесь в отношениях с женатым человеком, вот, то у вас есть, ну, какие-то проблемы с самооценкой. Это, как правило, это неуверенность в себе, недооценивание себя, склонность к концентрации на других людях, то есть не на себе, да, а именно на других людях. Вот. Значит, ну, и из-за этого у вас, собственно, и возникает эта самая зависимость, вот. И здесь, конечно, нужно работать над самооценкой, да, то есть, во-первых, сперва, во-первых, увидеть вообще, как она у вас образовывалась, почему она стала такой. Вот. Что на нее так повлияло, да, на самооценку, собственно говоря. Вот. Это, значит, то, что касается вот именно, ну, то, что касается непосредственно самооценки. И, эээ, то, что касается непосредственно, эээ, того, что вы встречаете с женатым мужчиной. Вот. Соответственно, чтобы отношения с ним разорвать, вам необходимо обособиться, да, то есть, стать более независимой. А с этим у вас сейчас явные проблемы. Вот. И, в первую очередь, эээ, здесь необходимо увидеть, эээ, вам, эээ, значит, по-эээ, какие потребности ваши, связаны с тем, что вы не можете разорвать отношения с женатым. Вот. Какие лично у вас потребности? В чем лично вы нуждаетесь? Вот, если вы сможете для себя эти моменты раскрыть, то, мне кажется, будет, ну, как минимум гораздо легче и понятнее, значит, разбираться именно с тем, эээ, как из этих отношений выйти. Вот. Потому что, ну, совершенно очевидно, да, что, если вы сейчас рады ли с этим вопросом, значит, вас они не устраивают. Отношения. Вот. Вот. Но, нужно, нужно признать, что и из них вы так, эээ, просто не выйдете. Что касается того, эээ, когда вы встретите, эээ, своего мужчину, да, когда вы встретите своего любимого человека, эээ, то здесь, к сожалению, я могу, ээээ, сказать только то, что вы, эээ, по сути дела, эээ, продолжаете, ээээ, сейчас, эээ, линию, ээээ, свою линию, эээ, линию, эээ, зависимости. Потому что, задавая такой вопрос, вот, задавая такой вопрос, эээ, задавая вопрос о том, ээээ, когда я встретил любимого человека, Однако, вы, по сути дела, продолжаете свою линию, свою линию зависимости, вот, и мне думается, что если вы не хотите этого, то все-таки от стремления, наверное, от стремления встретить человека, любимого, все-таки нужно пока отказаться и больше подумать о создании гармонии внутри самой себя, чтобы уже потом, будучи гармоничны, будучи в их гармонии выстраивать отношения с людьми более адекватные, а не такие, как вы выстраиваете сейчас, потому что, ну, совершенно понятно, да, что именно потребность встретить человека, да, ну, любимого человека, и привела вас, скорее всего, к тому, что вот вы встречаетесь теперь с женатым мужчиной, поэтому мне думается, что одно с другим связано, и вот, первоначально сконцентрируйтесь на своих представлениях о себе, то есть, ну, вообще, просто сядьте и подумайте, какая я, кто я, что я делаю вообще, то ли это все, чего я хочу, а чего я хочу, что мне нужно, вот, а насколько мне это вредит, а насколько люди будут вовлечены, вот, в то, что, ну, в то, что я делаю, в то, что я хочу, и так далее, вот, насколько я стану зависимой от них, из-за этого, нужно ли мне это, понимаете, то есть, вот такие моменты, их обязательно, обязательно нужно рассматривать, их обязательно нужно, как следует разбирать, вам, вот, как психолог с этого я и могу рекомендовать вам начать действовать, вот. на этом, в принципе, все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне их в личку, я буду рад помочь вам, если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, не забудьте перенести свой вопрос в раздел эзотерики, если вы обращались к ним, я вам желаю всего самого доброго и удачи. Удачи! Удачи!